Подключился с видео. Замечательно. Тем более, что у нас сейчас идет прямая трансляция. Я приветствую всех тех, кто смотрит трансляцию лекции. И, дорогие коллеги, мы сегодня говорим о политической экономии капитализма. Работаем на примере капитала Маркса, теории товарного производства в капитале Маркса. И сегодня я постараюсь с вами обсудить самую сложную тему – вопросы двойственного характера труда, противоречия частного общественного труда, конкретного абстрактного труда и, соответственно, трудовую теорию стоимости. К сожалению, Маркс посвятил этой сложнейшей теоретической проблеме всего лишь небольшую часть первой главы первого тома. Сам при этом написав, что данная глава представляет наибольшие трудности, является ключом к пониманию всего последующего материала. При этом Маркс был абсолютно прав в том, что она представляет наибольшие трудности. Как я уже говорил в обводных лекциях, по поводу того, что из себя представляет стоимость, потребительная стоимость, абстрактный труд, споры идут в научной литературе, не утихая уже более полутора столетий. Наиболее известными являются дискуссии 20-х, начало 30-х годов о двойственном характере труда. Не менее творческие и красивые дискуссии шли и в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы XX века. Сейчас эта тематика, к сожалению, мало обсуждается, но периодически все-таки коллеги обращаются к этой теме. И я рад, что такое происходит. Соответственно, мы можем говорить о том, что эта теория жива. Ее можно изучать по-разному. Трудовую теорию стоимости, двойственных характеров труда. Можно изучать на основе нескольких страничек в «Капитале Маркса». Ну и еще нескольких страничек в работе критики политэкономии, которые во многом повторяют то, что написал, точнее предваряют то, что написал Маркс в «Капитале». Можно заглянуть в работы последователей Маркса, ну и в частности в работы Владимира Ильича Ленина, с одной стороны Кауцкого, с другой стороны. Далее можно углубиться в дискуссию 20-х годов, но это очень труднодоступный материал и весьма тонкая дискуссия. А можно почитать учебники советского периода, но при этом я убедительно прошу читать в лучшем случае, то есть как минимум, курс политэкономии под редакцией Николая Александровича Соголова, первый том. Можно читать комментарии к «Капиталу» Розенберга. Эти комментарии лучше его читать в последнем издании, где-то он вышел в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века, где добавлены сноски на современные детали в понимании капитала. Можно и нужно, на мой взгляд, читать работы советских политэкономов этого периода. Хессин, Тронев прежде всего, Николай Владимирович Хессин, Константин Петрович Тронев. Ну и я бы вам несколько нескромно посоветовал учебник «Классическая политэкономия», где мы постарались вобрать, точнее, соединить достижения после марксистской политэкономии, дополняя то, что было написано самим Максом. При этом, безусловно, это одна из версий трактовки и трудовой теории стоимости, и двойственного характера труда в «Капитале». Соответственно, я вам представлю тоже одну из таких трактовок. Я нарочито сегодня решил не использовать презентацию. Это усложняет понимание, но в то же время, я думаю, это создаст необходимость концентрации вашего внимания и размышления о невыучивании каких-то определений. Сами определения можно найти в учебнике, кое-что можно найти в «Капитале». И если вы не будете читать эту литературу, то лекция оставит у вас ощущение некоего тумана, в котором проглядывали очертания тех или иных категорий. Но и когда туман рассеется, лекция забудется, очертания пропадут вместе с туманом. Поэтому без дополнительной работы, я думаю, пользы от лекции будет мало. И еще одно предварительное замечание. Лекция закончится краткой характеристикой того, что рынок в 21 веке существенно изменился, его ключевые и базовые характеристики сохранились, но существенно изменились формы, возникли существенные ограничения рынка, он стал регулируемым и так далее. Вот об этом мы тоже скажем в конце несколько слов. Теперь давайте к существу. Маркс начинает с того, что капиталистический мир выглядит как сумма товаров, которые обмениваются, приравниваются друг к другу, и безусловно эти товары являются полезными, иначе никто не стал бы их производить и потреблять, и безусловно эти товары обмениваются в какой-то пропорции. Эта эмпирическая характеристика служит отправной точкой для того, чтобы сделать вывод, который по сути дела является постановкой проблемы. А что же такое товар? Товар как экономическая клеточка капитализма, товар как тот желудь, из которого вырастает дуб капиталистического общества, капиталистических производственных отношений и отражающих их капиталистических отношений, политики, культуры, идеологии и так далее. Вот этот товар, исходя из простейших эмпирических характеристик, определяется Марксом как единство потребительной стоимости, полезности товара, способности удовлетворять, давайте так даже скажем, не полезности, а способности удовлетворять его, его способности удовлетворять потребность потребителя. В принципе, предельно простая характеристика, но в ней важно то, что Маркс при характеристике товарного производства не абстрагируется от того, что товар удовлетворяет потребности, не абстрагируется от полезности. Обращаю на это внимание, потому что многие критики Маркса говорят, что он лишь размышляет о стоимости, трудовой теории стоимости, а полезность не видит. Это не так. И в теории товара, и в теории формы стоимости, и далее везде. Маркс будет говорить о том, что товар удовлетворяет потребность. Однако, это не одно свойство товара, а одно из двух, и противоположность этого свойства, способность обмениваться на другой товар в определенной пропорции. Эту способность обмениваться в определенной пропорции Маркс, ничтоже сумняшися, обозначает как миновую стоимость. По-русски иногда говорят миновую стоимость, но, по-моему, правильно, миновую стоимость. И здесь эмпирически очевидная характеристика всего этого заканчивается. Дальше следует нечто более сложное. Апеллируя к опыту тысячелетий и авторитетам тысячелетней давности, Маркс замечает, что товары делают соизмеримыми, едиными, в пространстве обмена, некие свойства. Неоклассика таким свойством считает полезность, а Маркс сказал, что это труд, но при этом не потерял полезность или потребительную стоимость. Почему и как? Здесь нам придется на время оставить первый параграф первой главы «Капитала» и посмотреть на ту методологию, с которой работает Маркс, уйдя несколько от текста и обратившись к тем общественным отношениям, которые потом, базируясь на марксовом «Капитале», анализировали Ленин, Роза Люксембург, анализировали последующие марксисты, о которых замечательно написал Николай Владимирович Хессин в книге «Теория товара и стоимости в капитале Маркса» и в книге «Ленин» о сущности и об основных признаках товарного производства. Во всех этих работах была поставлена проблема, а что есть такое система производственных отношений, клеточкой которых является товар. Где граница, которая позволяет сказать, вот здесь эта система производственных отношений есть, а за пределами, за этой границей, этой системы нет. Как выделить системное качество того, что мы называем товарным производством, системой производственных отношений товарного производства? Без этого все последующее повиснет в воздухе и окажется лишь набором некоторых абстрактных в дурном смысле этого слова, в догегеревском смысле этого слова рассуждений. Даже сказал бы не абстрактных, а поверхностных рассуждений. Исторически не конкретных, не диалектических. Мы ставим проблему границ. Здесь товарные отношения есть, по ту сторону границы нет. Причем эта граница определяется всегда диалектически через противоречие. Ибо метод Маркса это метод диалектический, значит и следующий противоречий. Прошу обратить на это самое пристальное внимание. И вот непосредственно не в первом параграфе капитала, а пожалуй в работах Ленина и тех, кто базировался на работах Ленина, дается очень важная характеристика этого системного качества, системного качества товарных отношений. То, что в этом мире присутствует обособленность производителей с одной стороны и общественное разделение труда с другой стороны. Фактически это характеристики, лежащие на стыке производительных сил и производственных отношений. Там, где обнаруживается на практике единство производительных сил и производственных отношений. Что такое обособленность производителей. Это мир, в котором производство осуществляется, и в данном случае я уже цитирую Маркса, в условиях частного труда. Более того, Маркс чуть позже, но той же первой главе скажет, только продукты частных работ обособленных производителей становятся товарами. Он вводит понятие частного труда обособленности чуть позже, чем в первом параграфе, и чуть позже, чем во втором параграфе. Мы к этому вернемся еще в последующих лекциях. Вот эту характеристику сразу же фиксирует Маркс. И фиксирует еще одну характеристику, которая появляется в первом параграфе капитала. То, что в условиях товарного производства вещи производятся для других. Собственно, это самое начало самого первого параграфа, самой первой главы, самого первого тома капитала. Следовательно, существует общественное разделение труда. Кстати, чуть забегая вперед, скажу, что потребительная стоимость товара — это потребительная стоимость, предназначенная для других. То есть товар удовлетворяет потребность не его производителя, а другого лица. Присутствует общественное разделение труда. Перед нами две характеристики товарного производства, которые находятся в диалектическом единстве. С одной стороны, обособленность производителей, частный труд. Каждый хозяйствует за свой счет, на свой страх и риск. Параметры производства никем не определяются, кроме вот этого частного лица, частного обособленного производителя. Он сам решает, что производить, как производить, при помощи каких средств производства, орудий, труда, сырья, энергии. Где производить? На какую потребность других лиц ориентироваться? Какими свойствами должен обладать этот продукт? И все ресурсы для производства, включая его способность к труду, должны быть обеспечены самим этим частным производителем. Ну, давайте я сразу говорю, что можно, конечно, взять что-то в кредит, но это ничего не меняет. Как известно, у кредита есть вредные свойства. Берешь на время и чужие, отдаешь свои и навсегда. Вернемся к существу проблемы. Значит, обособленный производитель, частный труд, за свой счет, на свой страх и риск, самостоятельно определяется технология, свойства продукта, необходимые сдержки и так далее. Это одна сторона медали. Все не зависят друг от друга. Каждый сам по себе, один бог за всех. Знаменитый принцип рынка. Вторая сторона медали, которую мы только что выяснили, точнее не только что, а несколькими минутами ранее выяснили, это обособленность производителей. Ой, извините, оговорился. Это общественное разделение труда. Общественное разделение труда. Все производят для других. Все получают средства производства, сырье, материалы и так далее от других лиц. Товар, произведенный данным производителем, частным, ему не нужен. Он для него бесполезен. Он полезен для кого-то. Причем он не знает для кого. Потому что все атомизированы. Вот это рынок. С одной стороны, все абсолютно независимы. С другой стороны, все абсолютно зависимы. Зависимы технологически и экономически. Технологически, потому что в разделении труда нельзя произвести без кооперации с другими агентами никакой продукт, никакую услугу экономически. Потому что если другим не будет нужен твой товар, ты не сможешь воспроизводиться. Если другие не производят для тебя средства производства, ты не сможешь произвести свой товар. Ты экономически в производственных отношениях и технологически зависим от всех. И ты экономически и технологически абсолютно независим. Ты делаешь, что хочешь, за свой счет, как хочешь. И как можешь. Противоречия – да. Но и одновременно единство. Единство, потому что эти производители функционируют в разделении труда и как обособленные производители. Одновременно, если вы какое-то из этих свойств уберете, вы выйдете за пределы, за границы, давайте скажем строже, за границы товарного производства. Напомню, мы ищем системное качество, то есть границу. Здесь, где есть системное качество, товарные отношения существуют. В других пространствах, где нет этого системного качества, товарные отношения не существуют. Давайте посмотрим, что будет, если мы уберем отношения товарного обособленности производителей и оставим общественное разделение труда. Уберем независимость и оставим общественное разделение труда. Производители будут зависеть от чего-либо указания, приказа, плана. Ну, я даже не буду вам задавать вопрос, я думаю, вы догадались, что мы получим в этом случае плановое хозяйство, где общественный экономический центр в плановом порядке определяет общественно необходимые затраты труда, устанавливает нормативы качества, параметры обмена. Скажем, в Советском Союзе это делал Госснаб, Государственный комитет по снабжению и так далее. Мы выходим за границы рынка. Это не рынок, это не товарные отношения. Это одна сторона медали. Другая сторона медали. Давайте теперь наоборот. Берем общественное разделение труда, оставим обособленность. Мы получим систему, которую вы все хорошо знаете, натуральное хозяйство. Ты сам произвел продукт, ты сам потребил продукт, но это не товарные отношения. Товарные отношения есть только там, где присутствует производство для других. Тем самым вот эта диалектическая противоположность и единство обособленности производителя общественного разделения труда, труда частного и общественного, делает этот мир миром отношений товарного производства, особенной социально-экономической системой, у которой есть границы. Эти параметры есть у Маркса в капитале, но преимущественно о них он упоминает по главе о форме стоимости, где он анализирует как раз проявление, но одновременно и сущность двойственного характера труда. Во втором параграфе он преимущественно говорит о труде абстрактном и конкретном. И вот теперь мы, зафиксировав в двух сторон явления товарного производства, отношения товарного производства, будем разбираться с тем, что внутри, между этими двумя началом и концом. С одной стороны, вещи, производимые для других, являющиеся полезными для других, потребительная стоимость товара, с другой стороны, вещи, обменивающиеся друг на друга в определенной пропорции в условиях общественного разделения труда, миновая стоимость. Что за ними скрыто? За ними скрыто то, что и потребительную стоимость, и миновую стоимость создает труд. И вот здесь, если мы хотим уйти от некой пропорции, пара башмаков была обменена на, я не знаю, рубашку, да, или холст на сюртук, если брать примеры из капитала, там один обменен на два, вот миновая стоимость. Вопрос, а что в основании? В основании стоимость, то, что делает соразмеримым различные продукты, и то, что позволяет им обмениваться друг от друга, и то, что определяет пропорцию этого обмена. Так появляется категория стоимости. Основание, делающее продукты соразмеримыми, обмениваемыми, причем обмениваемыми в определенной пропорции. Это еще не определение стоимости, но это вопрос, что делает товары таковыми, что есть стоимость, которая должна обеспечить решение вот этой загадки. Загадки обмениваемости, однокачественности, соразмеримости и воспроизводимости товаров в этом процессе обмена. И Маркс дает ответ. Это стоимость, являющаяся воплощением абстрактного труда, лежащего в основе стоимости, являющегося субстанцией стоимости. Дальше мы сейчас будем подбираться к самому сложному пониманию абстрактного труда, но сначала зафиксируем, что стоимость есть овечненный в товаре абстрактный труд. Стоимость есть овечненный в товаре абстрактный труд. Я использовал слово «овещненный» от слова «вещ». Обычно в русском языке в переводе «капитала» используется другой термин – «овеществленный». По-русски лучше говорить «овеществленный», так легче произносить. Но вообще-то речь идет не о веществе, а о «вещи» как экономической категории, философской даже категории, или точнее экономико-философской категории. Здесь стык политэкономии и социальной философии. Давайте в дальнейшем пользоваться термином «овеществленный», потому что он привычнее, он в учебниках, он в «капитале», в русском переводе «капитал». Но вот этот нюанс будем иметь в виду. Хорошо, забыли про нюансы. Стоимость овеществленной в товаре – абстрактный труд. Сначала, прежде чем разбираться, что овеществлено, подумаем о том, почему веществленный, почему вещь, почему нельзя непосредственно представить труд в его естестве, ну, скажем, в часах рабочего времени. А Маркс многократно говорит в «Капитале», в рукописях, в критике Прудона еще до «Капитала» появившейся, в последующих работах, где он критиковал различные варианты банков справедливого обмена, основанных на исчислении затрат труда, ну и так далее. Он многократно говорил, что в часах рабочего времени стоимость измерять нельзя. Да и, собственно, следующий третий параграф первой главы «Форма стоимости» говорит, что стоимость можно измерять только в потребительной стоимости другого товара, вещи, которые обладают свойством удовлетворять потребность другого лица, и не иначе. Почему? Да потому что мы работаем в пространстве товарных отношений, где есть обособленность производителей и общественное разделение труда. В данном случае принципиально важна обособленность производителей. В чем здесь дело? В том, что каждый независим от других. Вне обмена определить необходимость произведенной продукции нельзя. Никто не говорит, ты должен произвести 10 башмаков по цене 25 рублей, извините, у меня в советские времена вылезли, за 2,5 тысячи рублей, и их у тебя все обязательно купят именно по этой цене. Нет Госплана, нет Государственного комитета по ценообразованию, нет Государственного комитета по снабжению. Есть частные обособленные производители. Единственный способ доказать необходимость своего труда – обменять на другой товар. И этот обмен подтвердит, что, во-первых, твой продукт обладает потребительной стоимостью, он полезен для другого, кто-то хочет ходить в твоих башмаках, именно в твоих, а не в других. И, во-вторых, что этот товар обладает стоимостью, твой продукт обладает стоимостью, за него готовы заплатить 2,5 тысячи рублей. И все 10 башмаков купят. Вот это происходит только в процессе обмена, и нигде в другом пространстве не происходит. Плана нет, договора нет, воровства нет. Мы от всех этих явлений абстрагируемся. Поэтому товар – это вещь. И в обмене присутствуют только вещи. В данном случае услуга является с экономико-философской точки зрения тоже вещь. Обстриженные волосы, то есть постриженная голова, или сделанный барышней маникюр, в данном случае маникюр на пальчиках – это вещи. О тонкостях искусстве, науке, любви, чести и совести, которые тоже продают, мы пока забудем. Итак, труд в основе, но труд, который должен быть представлен в вещи. Овещнен, овеществлен. Я постарался объяснить, почему стоимость – это овеществленный труд. Теперь, что такое абстрактный труд. Прежде чем это определить, давайте разберемся с другой категорией, которая несколько проще. Потребительная стоимость тоже создает труд. Потребительная стоимость тоже имеет трудовую природу. Кстати, об этом очень хорошо написано в работах профессора Рима Трофимовна Зеблюк. Из капитала это прямо вытекает, но к стыду многих и многих ученых и преподавателей этот тезис часто не акцентируется. Итак, потребительную стоимость создает труд в его особом конкретном обличье. Башмак, как вещь полезную для других, забыли про стоимость, забыли про миновую стоимость. Товар, как вещь полезную для других, то есть башмак, как вещь полезную, извините, башмак, как вещь полезную для других, создает башмачник, сапожник. Профессор не создает, столевар не создает. Ну, забудем про гвозди, да, и так далее. И вот этот конкретный труд является основой, субстанцией потребительной стоимости, полезности вещи для другого лица. Итак, противоположность абстрактного труда мы нашли, это конкретный труд. А что же тогда труд абстрактный? Ну, достаточно легко предположить, что это нечто, не являющееся конкретным. Причем конкретный абстрактный здесь понимается не в том смысле, который мы использовали, говоря о методе восхождения абстрактного к конкретному, а на уровне обыденного сознания. Конкретная, определенная вещь, абстрактная, некое общее представление. И простейшее представление в абстрактном труде – это труд, труд, лишенный особенных качественных определенностей. Труд вообще. Труд как абстракция. В довольно банальном смысле слова абстракция. Понимаемый так труд обычно называют абстрактным, и в ряде учебников здесь ставят точку. Упрощая, еще более упрощая, говорят о том, что конкретный труд – это качественная сторона, а абстрактный труд – количественная сторона. Достаточно ли, так сказать, и поставить точку, и разобраться со стоимостью? Стоимость есть определенной, стоимость есть овечесленной вещи, абстрактный труд. Абстрактный труд – это труд вообще. Некое формальное единство различных конкретных видов труда. Достаточно ли так определить эти категории? Нет, недостаточно. Хотя, повторю, во многих учебниках определение именно такое. И часто я ставил три балла студентам, которые таким образом определяли абстрактный и конкретный труд, потому что разбираться во всем остальном было очень сложно, и нам будет сложно. Чем это определение нехорошо, недостаточно? Помните, мы сказали минутами ранее, что мы исследуем систему производственных отношений товарного производства. Это исторически конкретная система отношений. У нее есть начало и есть конец. У нее есть границы во времени и в пространстве. И чем задаются эти границы? Тем, что есть обособленность производителей и общественное разделение труда. Есть единство частного труда и общественного труда. Следовательно, мы должны соединить категории частного и общественного труда с категориями конкретного и абстрактного труда. Еще раз, да? Нам надо найти единство, взаимосвязь категории частный и общественный труд и конкретный абстрактный труд. Соединить эти противоречия, связать их и затем подняться на уровень товара, который есть единство потребительной стоимости и стоимости. Давайте сделаем маленькую паузу. Я сделал лоток воды, вы задумайтесь. Еще раз напомню фразу Маркса из «Капиталом». Только продукты частных работ обособленных производителей становятся товарами. Следовательно, они становятся и потребительными стоимостями, и стоимостями, только как продукты частных работ, как продукты частного труда. Иными словами, и конкретный труд, и абстрактный труд – это есть труд частного обособленного производителя. Не того, который работает по приказу, по директиве из Госплана или кого-то еще, частного обособленного производителя. Следовательно, недостаточно сказать про абстрактный труд, что это труд вообще, труд как некое физиологическое расходование энергии человека. Потому что это расходование энергии присутствует везде. Нет, оно присутствует в первобытном обществе, в феодальном поместье, в общине, в коммуне, в плановом хозяйстве. И даже при коммунизме будет присутствовать во всеобщей творческой деятельности. Это определение абстрактного труда слишком абстрактно. Позволю я себе своего рода камамбер, каламбор, извините, оговорился. Хотя, в общем, что-то в этом есть. Сейчас бы, так сказать, бокальчик вина, камамбер, крекер и так далее. Ну, хорошо, не будем отвлекаться. Итак, слишком абстрактное определение абстрактного труда не годится. Что же годится? Вспоминаем про вторую характеристику. Характеристику труда как общественного, осуществляющегося в системе общественного разделения труда. В этих условиях у нас появляется что? У нас появляется взаимозависимость производителей. И мы можем говорить о том, что абстрактный труд – это не просто внешняя мыслимая абстракция, мыслимое формальное единство. это реальная взаимосвязь всех конкретных видов труда, образующих систему общественного разделения труда, и при этом остающихся частными. Вот представьте себе, сложная система производителей, сложная система потребителей. и они должны соединиться так, чтобы труд каждого из них, и потребителей, и производителей, потому что потребители должны дать эквивалент, оказался необходим в данном количестве, данного качества с данными затратами. Вот это реальное единство, сцепление общественного разделения труда разделенных, обособленных производителей и потребителей, вот они сцепляются, делает труд каждого из них, каждого вот этого пальчика, каждого из них единым, но реально единым, потому что произошел обмен, а заранее перед этим осуществилось производство. Вот они производили, все производили, вот мизинец производил, и указательный пальцик производил, на правой руке, на левой руке, и они соединились вместе, слились в обмене. Башмаки, одежда, гвозди, булочки, все друг другу оказались нужны в определенном количестве и качестве. Ну, в реальном производстве кто-то не нужен, вот там мизинец пропал, большой палец пропал, разорились. Но пока предположим, что все хорошо. И вот тогда затраты труда каждого из обособленных производителей, который оказался нужен в системе общественного разделения труда, общественно необходим в системе общественного разделения труда, и нашел своего потребителя, окажется абстрактным. И абстрактным, общественно необходимым, и в этом абстрактном труде общественно необходимым будет то количество, которое подтверждено в процессе обмена. Если купили 10 башмаков, то весь труд. Если купили 5 башмаков, то половина этого труда. И выяснить это заранее невозможно, посчитать невозможно. Если было возможно заранее посчитать, то рынок был бы не нужен, был бы госплан. Не было бы товарного производства, не было бы обособленности частного характера труда. Поэтому абстрактный труд – это единство всех видов труда частных обособленных производителей, соединенных в процессе общественного разделения труда и подтвердивших свою общественную необходимость в процессе обмена. То, что является общественно необходимым в каждом частном труде обособленного производителя, осуществленного в условиях разделения труда и подтвердившего свою необходимость в процессе обмена, они просто какое-то абстрактное свойство. Вот здесь мы подходим к Ильенковской характеристике всеобщности, как конкретно всеобщего. Действительное единство в отношении. Только отношение товарного производства и обмена частных производителей в условиях общественного разделения труда делает труд каждого из них абстрактным, создающим стоимость. Стоимость обретает свое бытие в каждом из товаров, которые обменялись. Они обменялись в определенной пропорции, именовая стоимость. Они оказались полезны для другого, потребительной стоимостью товара. И все замечательно получилось. Все довольны. Сапожник продал сапоги. Портной продал рубашки. Булочник продал булки. Все прекрасно. Но они разошлись. Пашмаки сносились, рубашка порвалась, булки съелись. Гвозди куда-то забились. Они снова обособлены. Каждый палец за себя. Снова встает та же самая проблема. Надо снова производить и снова соединяться. Этот процесс по определению стихиен. Этот стихийный процесс обязательно приведет к тому, что затраты труда одного производителя будут больше общественно необходимых. И он будет разоряться. Потому что он слишком много работает, слишком много сырья тратит. Неэкономно расходует средства производства. А затраты другого окажутся меньше, чем общественно необходимые. И он будет в выигрыше. Потому что там, где неумелый сапожник создает, то есть шьет пять башмаков, он сошьет двадцать. И тот, кто шьет пять башмаков, разорится. И тот, кто шьет двадцать, обогатится. И внутренним законом товарного производства станет не просто конкуренция, а разорение одних и обогащение других. Дифференциация производителя. Эта механика очень хорошо показана Лениным. Но пока давайте здесь остановимся и уточним некоторые моменты. Значит, вот в чате появился вопрос, есть ли абстрактный труд в плановом хозяйстве. Вот с точки зрения той модели, точнее той интерпретации Маркса, которую даю я, опираясь на Хессина, опираясь на Ленина. И многих других моих коллег и учителей. В социалистическом планном хозяйстве абстрактного труда нет. Абстракция труда вообще есть. Абстрактного труда как субстанции стоимости нет. И стоимости нет. Учет затрат труда, общественно необходимых затрат труда, планово-нормативных затрат труда есть. А стоимости как свойства товара нет. Потому что товар – это атрибут товарного производства. И там, где нет товарного производства, нет товаров. До рыночной экономики не было товаров и в пострыночной экономике не будет товаров. Полезные продукты будут, услуги будут, дотраты труда будут, полезность будет, отношения товарного производства не будет. Не будет обособленности производителей. Общественное разделение труда будет претерпевать совершенно другие, получать другие параметры, потому что оно будет формироваться не стихийно, а сознательно. Дифференциации производителей не будет, разорения и обогащения не будет. И стимулов товарного производства тоже не будет, потому что стимул товарного производства, как я только что показал, это то, что одни разоряются, а другие обогащаются. С одной стороны, страх разорится, с другой стороны, несчастье, стремление обогатиться. Это мощный стимул рынка. Мощный стимул какой? Снизить свои затраты труда и сдержек остальных ниже общественно необходимого уровня. Это стимул довшеств. Это стимул более интенсивного труда, более производительного труда. Интенсивный затраты труда не снижает, но позволяет на время выиграть соревнования в конкуренции. В этом определенность рыночной конкуренции. Здесь обязателен коммерческий секрет, коммерческая тайна. Нельзя делиться более эффективным производством, более эффективными способами организации труда, более эффективными технологиями. Их надо прятать. Они должны быть тайными. Их нельзя давать другому. Все обособлены, все конкуренты. Каждый сам за себя. Базовая характеристика. Этого нельзя отменить. В этом, кстати, отличие от социалистического соревнования. Социалистическое соревнование нашел новшество. Тут же поделись со своими товарищами. Тебя похвалят, но дальше все остальные будут работать так же эффективно, как ты. На секунду отвлекаясь, кстати, посмотрите фильм. Ой, с Орловой главной роли про ударницу-ткачиху. «Светлый путь». Там она научилась работать на многих станках эффективно. А потом все остальные стали научиться, и она перестала быть передовиком. Она, бедная, рыдает в голос. К ней приходят опытные дамы, женщины, товарищ из профсоюза. Говорят, ты должна радоваться, что другие так же научились. Говорят, да как же, я перестала быть передовицей. Так твоя задача, как передовиться в социалистическом советском хозяйстве, то, чтобы все стали передовиками, а не в том, чтобы ты выделялась и одна была героем. Ну, это так, маленькое лирическое отступление, чтобы не только тяжелый материал вам, на ночь глядя, представлять, вставать. Возвращаемся к рыночной экономике. Одну минуточку, извините, коллеги. Маленькая пауза. Просто дома задают вопросы, поскольку у нас два профессора, и каждому тоже надо что-то делать. Хорошо, мы продолжаем нашу работу. Значит, давайте теперь соединим все это вместе. У нас получается картинка, можете себе ее нарисовать. Такие два столбика, и в каждом столбике, значит, рисуем цепочку снизу вверх. Сам внизу, обособленность производителей в системе общественного разделения труда. Я специально ничего не нарисовал, чтобы вы думали и рисовали. Вообще, до секунды уже еще отвлекаюсь. Почему я всегда был и являюсь сторонником конспектирования книг, конспектирования лекций. Понимаете, вот когда сфотографировал или там отсканировал что-то, или запись сделал, кажется, что ты все освоил. И в любой момент можешь использовать этот материал. Ничего подобного. Этот материал прошел мимо тебя. Ты его не освоил, он не стал твоим. Эта информация не превратилась в твое знание. Чтобы оно превратилось в твое знание, ты должен научиться переводить то, что сказал лектор, то, что написал Маркс, то, что написал автор учебника, на твой личный язык, в твоих личных, тобой освоенных, используемых категориях, связках, пониманиях. Поэтому, когда вы конспектируете, если кто-то конспектирует, вообще, сколько я вижу камеры, никто не конспектирует. Сейчас вообще студенты, взрослые люди, все не конспектируют. Вот они увидели, сфотографировали, в лучшем случае подчеркнули. Когда вы конспектируете, вы должны суметь своим языком переписать то, что вы услышали или увидели, запомнив это. И не просто запомнив, а переложив и коротко сформулировав. То есть вы должны проделать большую работу. И тогда это знание останется с вами. И конспект ваш, корявый, это гораздо более удачное подспорье для знаний, для использования, чем текст. Вот «Кавказскую операцию И» помните, и другие приключения Шурика. Вот там вся интрига в том, что не читают учебники, подчеркнутые, а читают конспект лекции. И не видеозаписи, если бы они были, смотрят. А конспект лекции читают. Правильно делают. Умный Шурик, умная у него девушка. Правильно они сделали, что вместо того, чтобы целоваться, сходили, поели, попили, сосиску одну на двоих съели, разделись, оделись, снова пришли и удачно сдали экзамен. Вот поэтому, если вы хотите быть такими же успешными, как Шурик и его девушка, то будьте добры, конспектируйте. Ну вот, ладно, тут говорят, что конспектируют, и что лекция была с презентацией. Но мои ученики тоже будут читать с презентацией. Иногда я тоже делаю презентации. Давит мода и необходимость. Но вот сейчас я вредничаю в самом трудном материале. Я хочу, чтобы вы думали вместе со мной, что-то для себя фиксировали, задавали вопросы. Ладно, закончили отвлечение. Я просто делал паузу, потому что тяжелый материал. И вернулись к двум столбикам. В самом низу обособленность производителей и общественное разделение труда. Слева обособленность производителей, справа общественное разделение труда. Между ними противоречие. В чем оно состоит? В том, что обособленные производители не зависят друг от друга, что делают на свой страх и риск. А в общественном разделении труда утверждается противоположное. Все друг от друга зависят. Это противоречие в условиях рынка разрешается так, что труд одного является общественным. Точнее, проявляется в том, что труд одного. Труд одновременно, извините, я немножко устал к концу дня. Я сегодня целый день лекции читаю. Труд производителя является с одной стороны частным. Обособленный производитель, труд у него частным. С другой стороны, труд у него общественный. В условиях разделения труда делается. Как разрешается эта противоречие? Так что частный производитель осуществляет свой конкретный труд. Нарисовали следующий уровень, да? Обособленность производителя, общественное разделение труда. Частный труд, общественный труд. Следующий уровень. Конкретный труд, абстрактный труд. Каждый производитель, частный, обособленный, осуществляет свой частный, конкретный труд, портного, сапожника. Осуществляет его одновременно как труд общественный, и как таковой этот общественный труд, одновременно с конкретным, становится абстрактным, единым со всеми остальными, сцепленными в условиях общественного разделения труда. И поскольку проявиться этот труд и воплотиться во что-то может только через создание вещи, поскольку конкретный труд создает вещь, полезную для других, потребительную стоимость, вещь, полезную для других, потребительную стоимость, следующий уровень, четвертый, да? Абстрактный труд создает вещи, обладающие единством со всеми остальными, соразмеримую со всеми остальными, единую со всеми остальными, обмениваемую мы мою на все остальные, то есть стоимость. Итак, внизу обособленность производителя общественного разделения труда. Следующий уровень – частный труд, общественный труд. Следующий уровень – конкретный абстрактный труд. Следующий уровень – потребительная стоимость и стоимость. И все это соединяется, картинку. По имени товар. Если вас спросят, что такое товар, то вы скажете, это продукт обособленных производителей, которые действуют в системе общественного разделения труда. Производители труд, которых одновременно является частным и общественным, абстрактным и конкретным. И потому товар есть единство потребительной стоимости, то есть он полезен для других. и стоимости, то есть он с ними соразмерим, и содержит в себе овечненный, овечествленный, абстрактный труд. И более простая характеристика товара будет неточной. Иногда неточной до неправильности. Потому что обычная характеристика. Что такое товар? Ну, то, что продают и покупают. А что такое продают и покупают? Ну, то, что обменивают. Скажите, а в планном хозяйстве обменивали вещи? Ну, обменивали. А в семье вы обмениваетесь друг с другом? Мама кашу сварила, муж мусор вынес. Знаете, такая пословица есть, да? Для чего нужен муж? Деньги приносить, мусор выносить. Вот, значит, все хорошо. Обменялись. Есть рынок? Нет рынка. Есть товарные отношения? Нет товарных отношений. В планном хозяйстве есть товарные отношения? Нет товарных отношений. Обмен в мировом, то есть в социалистическом лагере в целом, в международном масштабе происходит. Почему? А вот потому, что я вот только что вам постарался рассказать в меру своих сил и способностей. Вот так мы получаем картинку того, что из себя представляет товар. В строгом смысле слова можно сказать, что Маркс создал трудовую теорию стоимости. Но на самом деле не Маркс создал, основы есть в классической политэкономии, Смит, Рикардо. А Маркс показал двойственный характер труда и создал теорию товара, товарных отношений и показал, что в основе товара лежит двойственный характер труда. Далее из этого выводится, и я на этом буду заканчивать, специфика всего того, что составляет пространство отношений товарного производства, экономики, основанной на товарном производстве. В этом пространстве производители обособлены, они конкурируют. Одни разоряются, другие обогащаются, происходит дифференциация производителей. В этом пространстве люди взаимодействуют друг с другом при помощи вещей. Непосредственного диалога, непосредственного взаимодействия нет. Ну, пока мы не берем фабрику там и так далее, где люди трудятся планомерно. А вот если каждый отдельный производитель, то они друг с другом вместе не работают. Они не показывают друг другу, как они хорошо могут там башмак сшить, или рубашку сшить, или булку испечь, или программное обеспечение затворить. Они прячут друг от друга все, что они делают. Они взаимодействуют друг с другом только на рынке, только при последствии вещей. Если у тебя много вещей, и они имеют большую стоимость, ты достойный уважения человек. Ровно столько, насколько у тебя есть вещей, насколько они дорого стоят. Если у тебя мало вещей, и они мало стоят, то ты недостойный уважения человека. Ты проигрываешь в товарном производстве. Если многое и дорогие, ты выигрываешь в товарном производстве. И взаимодействовать друг с другом ты можешь только при помощи вещей. Мужчина знакомится с женщиной, женщина знакомится с мужчиной, как они знакомятся. У тебя дорогая машина, ты хороший мужчина. Ты в норковой шубе, ты хорошая женщина. С точки зрения рынка. У тебя бриллиантовое колье, ты еще лучше женщина, чем если в норковой шубе. Если в норковой шубе и в бриллиантовом колье, просто великолепная женщина. А если ты не просто в дорогой машине, а в Бентли, у тебя еще, нет, в Роллс-Ройсе, у тебя еще шофер, и часы за 10 миллионов долларов есть такие, говорят, то ты просто замечательный мужчина, просто гениальный мужчина. Это не шутка, это овечнение человеческих отношений, взаимодействие при помощи вещей. Почему оно так происходит? Потому что обособленные производители в системе разделения труда не могут непосредственно кооперироваться. Тогда это будет плановое хозяйство. Не могут быть солидарны, тогда это будет коммунистическое сообщество или община, но не рынок. Только при помощи вещей люди могут взаимодействовать друг с другом. Отношения людей овечнены. Эти вещи не просто вещи, а вещи, обладающие стоимостью. Только что разобрались, да? И поэтому возникает феномен не просто вещей, а товаров. С одной стороны полезная вещь, но с другой стороны стоимость. И поскольку взаимодействуют люди только при помощи товаров друг с другом, то возникает ощущение, что взаимодействуют не люди, а товары, вещи. Товар превращается в фетиш. На него молятся. Вот древние дикари молились на идолов. Образделяли деревья, тотемных животных. В рынке молятся на товар. Причем буквально, не фигурально. За что ребенок любит папу? Папа, купи. Папа купил хороший папа. Давай на него молиться, его будут квалить, ему будут радоваться. Жена будет радоваться. Любовь мужа, как известно, измеряется в шубах, бриллиантах или на худой конец сапогах. В товарном производстве нет. В человеческих отношениях нет. В человеческих отношениях все наоборот. Но это человеческие отношения. Это отношения либо патриархальной семьи, либо коммунистического сообщества. В товарных отношениях так. Любовь жены, соответственно, измеряется в вещах. Товар становится фетишом. И возникает товарный фетишизм. Не случайно. А человеческие отношения вещляются. Овещняются, превращаются в отношения вещей. Взаимодействуют вещи. Чуть позже мы выясним, что самая такая замечательная вещь в этом отношении – это деньги. Это универсальная такая вещь. Но это потом будет. Вот на этом давайте поставим многоточие. Мы с вами поработали... Что? Мы поработали с вами час, и это хорошо. Значит, вот тут пишет Салават Исламгулов. У нас смотрят трансляции больше двухсот человек за две недели, под двести человек за неделю. Так что мы с вами не одиноки. У нас и здесь двадцать пять человек примерно. Так что замечательно. Работаем, и я рад. Так, теперь, пожалуйста, ваши вопросы, поскольку голову я вам, похоже, задурил сильно. Так, каким образом абстрактный труд попал в колонку с основанием общественного разделения труда? Абстрактный труд, потому и есть труд, объединяющий, реально являющийся единством с всеми остальными производителями, потому что он осуществляется в системе общественного разделения труда. Вообще эти колонки – это относительно. Каждый раз надо ставить перекрестие. Противоречие частного общественного труда порождает противоречие абстрактного и конкретного труда. Противоречие абстрактного и конкретного труда порождает противоречие потребительной стоимости и стоимости. В основании всего лежит противоречие обособленности общественного разделения труда. Поэтому на самом деле абстрактный труд – это порождение и обособленности, и разделения труда, но непосредственно, поскольку абстрактный труд делает единым товары, делает их стоимостями, в основе его лежит единство, зависимости их друг от друга, общественное разделение труда, в большинстве. Ну, вот коротко я бы ответил так. Так, тут в чате куча вопросов. Ну, давайте сначала устные вопросы, а потом я в чате посмотрю вопросы. Хорошо? Степан, пожалуйста, ваш вопрос. Степан, мы вас слушаем. У вас микрофон далеко находится. У вас не слышно почему-то, извините. У вас выключен микрофон. Ну, сейчас вообще все выключилось. Хорошо, Степан, давайте мы подождем немножко и пойдем дальше. Так, те, кто у нас в зуме, не через чат уст, а кто-то хотел бы задать вопрос? Можно я задам? Ну, пока вы думаете, рук я не вижу. Давайте посмотрим, что у нас в чате. Можно? Прошу прощения, можно я задам вопрос? Так, ну, кто-то пишет спасибо. Каким образом абстрактный труп попал в колонку, я уже ответил. Конспектируем и улыбаемся. Так, к сожалению, прошлая реакция была с презентациями, что даже удивило. Хорошо. Планом хозяйстве я ответил. Так, у кого-то в видео нет, но пока больше вопросов нет. Теперь слышно меня? Хорошо, друзья, если у вас вопросов нет, я буду счастлив, потому что я устал сегодня как собака. Очень тяжелый день был, а если есть, то давайте зададим. Степан все-таки хочет задать вопрос попробовать, да? Давайте. Здравствуйте. Алло. А, Степан, это не виноватый, извините. Это я ужасный крокодил, я выключил звук у себя на компьютере. Степан, ты ношу? Хорошо. Значит, теперь я могу спросить. Можете, пожалуйста, провести границу между конкретным трудом, который, как я понял, создает потребительную стоимость товаров, и частным трудом, который совершают независимые друг от друга как бы индивиды за свой страх и риск, за свой собственный счет. В чем разница между частным трудом и конкретным трудом? Не в чем. Разница в том, что это две характеристики одного и того же феномена. Труд обособленного производителя является частным, осуществляется независимо, но с точки зрения создания вещи, как труд, создающий вещь, он является конкретным, обладает вот этой спецификой. И в этом смысле он создает потребительную стоимость, полезную вещь. То есть просто мы говорим о частном труде со стороны его способности создать полезную для других вещь. Когда мы говорим о том, что он создает полезную для других вещь, особенную, мы говорим о нем как конкретном. Если говорим о том, что он осуществляется независимо от других, обособленный и так далее, мы говорим о том, что он частный. На самом деле это одно и то же противоречие, по большому счету. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Так, Владимир Соснин, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос резко возник следующий. Если анализировать, так сказать, нынешний материал лекции с нашими днями, вот можно ли в категории абстрактного труда внести элементы нынешних симуляторов, когда определенно некие факторы умышленно завышают цену товара и таким образом получается неоправданная стоимость, вот как мы много раз уже проходили при помощи, чтобы делать симуляторы в нашем доме. Спасибо. Владимир, значит, не все присутствующие у нас в пространстве зумы, тем более те, кто смотрит трансляцию, знают, то есть слышали все, что Бузгалин рассказывал про симуляторы, сети и так далее. Я вообще обещал, что сегодня расскажу еще и про современный рынок. Давайте так, я про него не расскажу, я расскажу потом, скажу, когда-нибудь попозже. Но коротко я скажу так, что современный рынок существенно модифицирован. На место атомизированных, обособленных производителей приходят сети. Это другой феномен, хотя они остаются относительно обособленными, эти сети. Но это обособленность не атомизированного производителя, обособленность сети. Тут много меняется. Значит, что именно и как надо разбираться. Второе. Атомизированные производители в абстракции товарного производства и в таком раннем товарном производстве, в классическом капитализме и доклассическом капитализме, Они одинаковы, равны. В современной экономике производители не равны. Одни могут манипулировать другими, корпорации могут манипулировать другими акторами. Есть даже понятие такое, рыночная власть. У некоторых есть рыночная власть, они могут другим навязывать что-то. И корпорации навязывают что-то. Плюс часто производят не вещи, а, как вы сказали, симулякры, знаки. Знак есть, а вещи нет. Только символ. Со всем этим надо разбираться особо. Просто я хотел сразу сказать, что теорию товарного производства в капитале Маркса к сегодняшнему рынку применять можно и нужно, но не непосредственно. Нужно много опосредующих звеньев. Понимаете, как сказать, что Бузгалин – это пионер, который любит свою советскую родину. Будет правильно. Но, вообще-то говоря, он лысый профессор, который любит свою социалистическую родину, но которой сейчас нет. И так далее. Поэтому примерно так. Так, Иван, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Я как раз хотел задать вопрос, по сути, в тему того, что вы только что сказали. Ну, поскольку я его сформулировал до этого, я, наверное, все равно его задам. Вот, насколько я понял, ключевым моментом в трудовой теории стоимости является вот эта стахастика рынка и некоторая мобильность капитала. То, что мы можем наблюдать процессы, когда, если производитель затрачивает больше общественного необходимого труда на производстве, то он разоряется, а если меньше, то он богатеет. Вот если эти механизмы нарушаются, например, не знаю, из-за какого-то вмешательства, производитель, который затрачивает больше ресурсов сырья и так далее, он остается на плаву. Насколько это сильно вредит, рушит теорию? Теорию это не рушит, теорию это модифицирует. Вот знаете правило, too big to fail, слишком большое, чтобы разориться. Это говорится про крупные корпорации, которые государство спасает. Сейчас опять Credit Suisse спасли. Поэтому теория дополняется. В частности, происходит включение в систему отношений товарного производства и капитализма отношений посткапиталистических, отношений плановых, отношений солидарности, отношений общественного регулирования и так далее. Поэтому теорию надо не непосредственно применять, а говорить о том, что сейчас осуществляется развитие внутри товарной капиталистической экономики элементов отношений посткапитализма. Но здесь большая и сложная диалектика, потому что эти ростки социализма в капитализме пока используются на пользу капитала, крупного капитала. Вот такая сложная штука. Про нее писал еще Владимир Ильич Ленин, она часто развелась в большой и очень, нет, небольшой, весьма интенсивно, вот я бы так сказал. Но давайте, друзья, мы забегать вперед сильно не будем. Наверное, мы продолжим наш курс по капиталу, потом курсом по современному капитализму. Если интересно, вторая часть учебника Борошкова и Бузгалина-Колганова как раз посвящена вот этому современному рынку, манипулированию, глобализации, эксплуатации креативных работников и всему остальному. Можете забежать вперед и читать этот материал, но он написан сложно, опять не адаптирован для непосвященных людей. Этот текст для бандистров-профессионалов. Извините за такой стиль во второй части учебника. Спасибо. Тогда что? Скажем друг другу спасибо. Друзья, вам следующую лекцию будет читать...